Он не протянет руку, он считает, что ты недостойный его руки. Для того, чтобы это сделать, нужна сила. Протянуть руку, это означает, что смирение нужно. А это не так просто. Люди по-разному считают свои понятия. Прощать людей, любить людей. Любить людей это не так просто. Надо об этом огромное обладание силы, чтобы любить людей. Уважать людей. Любить тех, которые слабые, немышленные, которые тебе нанесли боли. Которые тебя обидели, оскорбили. Чтобы вы любили их, нужна огромная сила. Огромная сила. Иисус сказал, ждите, мне нужно, чтобы вы приняли силу. Поэтому учеников, когда били и выбрасывали за город мертвыми. Знаете, что они говорили? А ну вспомните, что Павел сказал. Нам надлежит прийти в Царствие Божие многими, что дальше? Скорбями. Это говорили эти ученики. Откуда они брали столько силы? В ранах, в крови. Они говорили именно такие слова. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, я очень хочу, чтобы мы понимали эти вещи. Никогда не заставляйте себе делать то, что вы не хотите. Потому что она суть не меняет. Я часто слышу проповеди, и меня очень разочаровывают такие проповеди, когда говорят, братья, нужно жить в любви. Нужно жить в мире. Нужно делать добрые. Но это хорошие слова. Но они ничего не имеют под собой основу. Люди не меняются. Почему? Потому что нужно говорить. Что его заставить это делать? Вы слышите у меня? Что заставить его делать? Это нужно говорить. А не в том, что нужно жить. Нужно жить, это мы все понимаем. Скажите, кто не понимает, что нужно жить в любви. Скажите, кто не понимает, что нужно прощать. Все мы знаем, но мы не делаем. Потому что не обладаем силой, которая бы нам дал это изменить. Вот это важное, которое я хочу, чтобы мы сегодня именно слышали. Хочу обратить внимание сейчас, которые слова меня очень затрагивают. Одно из отрывков, которое написано, и это, на мой взгляд, они имеют силу. Смотрите, Галатам, такие слова написаны, когда мы читаем несколько, давайте я прочту несколько отрывочек этих строк, и хочу, чтобы вы на них обратили внимание. Читаем Галатам, 5 глава. Смотрите. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Если же друг друга, дальше, 17. Ибо плоть желает противного духа, дух противного плоти. Они желают другу так, что вы не делаете то, что хотели бы делать. Апостол Павел открывает нечто важное. У человека есть два хозяина его жизни. Я имею ввиду христианина. У христианина есть два хозяина. Один из написано здесь по плоти, и второй написано духом. И здесь написаны такие слова. Вы не можете делать то, что хотели бы делать. То, что вы сознаете, что нужно делать добро. Но вы не можете. Это не значит, что не надо делать. Часто я слышу, говорят такие слова. Вот мы хотим, но мы не можем делать так, Павел пишет. Ничего подобного так не написано. Так здесь не написано. Здесь написано так, что если живете во плоти, вы понимаете, что нужно жить по духу. Вы понимаете, что нужно делать так. Вы не сделаете. Хотя вы это понимаете. Потому что плоть овладела над вами. И обратите внимание на эти слова. Они воюют друг против друга. Оказывается, в людях в сердцах есть война. Воюет плоть и воюет дух. Идет настоящая война. Если мы сейчас сюда пригласим двоих людей, которые начнут бороться или драться, подождем, кто же одержит победу. Тот, кто снизу, который уже лежит, проиграл, а кто сверху, тот выиграл. И мы будем считать, что один выиграл, другой проиграл. Вот такая ситуация между плоти и духом. Всегда ведется война. И тут вопрос идет. Кто выиграет из них, к тому подчиняется человек. Он под его водительством работает. Его мышление, его взгляды, его понятия духовным он не может сделать, потому что плоть владеет над ним. Он руководит ими. И ведет его в то направление, которое выгодно плоти. Скажите мне, пожалуйста, вот такие взгляды. На ваш взгляд, я думаю, вы согласитесь. Многие люди, даже христиане, часто падают в грех. Разные грехи. И потом приходят к Богу с покаянием. Это правильное решение, это правильное действие. Почему они падают? Почему они падают? Потому что есть в слове такое слово, запомните его. Написано, бегите от чего? От блуда написано. Я скажу так, бегите от греха. Можно так сказать? Разве все бегут? Нет. Увидел что-то, понравилось, пошел попробовал, а потом понял, что не туда попал. Почему он не мог отстоять в это время? Потому что не было силы в этот момент. Он осознавал, что не надо делать, но он не мог противостоять. Почему мы иногда устраиваем скандалы, объясняем свои понятия? Иногда унижаем. Почему мы это делаем? Потому что нет силы, любите его. Все. У нас нет силы для того, чтобы обнять его и любить. Поэтому мы создаем эту проблему. А если бы у вас была сила любви, вы бы его никогда не сделали. Если бы у вас плотская дни действовала, вы всегда бы выиграли. Давайте поговорим так. Я для себя написал, не знаю, вы согласитесь, мною. Человек, давайте русским языком и русским примером, особо особым примером. Человек это машина. Человек это машина. А за рулем может сидеть плоть или дух. Вот и все. Человек это машина. А за рулем может сидеть дух или плоть. Если за рулем плоть, то эта машина двигается по дискотекам, по барам, по женщинам, по всем, куда только надо. Потому что за рулем плоть. А если живет дух, эта машина двигается в церковь, эта машина двигается на молитву, эта машина двигается читать слово, стоять на холле и жить для Господа. Потому что за рулем дух. Смотрите дальше. Я подчеркну сейчас вам такое слово. В 18-м стихе Галатам написано. Если же вы духом, знаете, как написано дальше? Водитесь. Если дух сяной за рулем и водитесь, вы попадете всегда в правильное направление. Менять надо водителя. Всего-навсего, что наша в жизни делает, водителя надо менять. А не своего бить по голове и что-нибудь, что в машине рихтовать надо. Машина попадает в аварию, цепляет разные места, потому что за рулем плоть. И он пьянствует, и он подцепляет машину, царапает ее, пачкает ее, потому что за рулем плоть. Вы можете сто раз отрихтовать эту машину и красить, а плоть будет работать так же, как работал. Но если вы посадите туда дух святой, ваша машина расцветет. И сзади будет эмблема. Я христианин. Спереди будет эмблема. Я люблю Иссутца. И это будет та же машина. Но если за рулем будет только именно дух. Поэтому здесь написано в 18 стихе. Если вы водите с духом святым, то дальше написано. Будете исполнять Божьи воли, и вы будете в Царстве Божьем. Дорогие мои братья и сестры. Нам надо одну элементарную вещь понять. Элементарную вещь понять. У многих людей за рулем сидят оба. И плоть, и дух. Но я вам скажу, что в вашей машине скоро будет катастрофическая авария у вас. Плоть желает налево, дух желает направо. И эта машина, если оба за рулем тянуты, эта машина точно разобьется. И вы разобьетесь. И если вы не снимете из руля плоть вашу, его желание, его чувство, его понятие, и не дадите силу Духа Святого, чтобы он овладел вашим рулем, вы проиграете, разобьетесь в этом мире. И это однозначно. Не позволяйте такой жизни. Почему я сказал двое? Потому что иногда христиане в церкви это хорошие, а за рулем уже это совсем другие. То есть выход за церковь это другие люди. Это за рулем сидят оба. И тот туда, и тот сюда. Ему все нравится. И хочется там, и хочется. Нельзя этой игры играть. Дайте всегда действия Духа Святого. И его силы, чтобы он владел вами, руководил вашей жизнью. И вы будете иметь всегда благословение. И последнее, что я хочу вам подметить сегодня. Две вещи, которые я хочу оставить вам на память, что нужно изменить. Первое. Иисус сказал, вы должны родиться от Духа Святого. Обязательно должно быть рождение Духа Святого. Свыше. Это однозначно. Я хочу прочесть это слово. Третья глава, 5-6 стих Иоанна. Мы можем читать, вот если покажут, мы сейчас его прочтем. Здесь написано, что вы должны родиться. Бог когда-то, Иисус разговаривал с человеком, который ему задал вопрос, что такое рождение? Иисус сказал ему, рождение свыше. Это рождение от Духа Святого. И это должно произойти в вашей жизни. Так сказал Господь. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас понимал, не в том, что заключается, сколько вы знаете стихов в Библии, не в том, сколько раз вы приходите в церковь, не в том, что сколько раз вы читаете Библию, не в том, что вы делаете для Бога, а вопрос в другом. Рожден ли ты от Духа? И я закончу такими словами эту же мысль. Нерожденный, любой самый высший, религиозный христианин, не будет в вечности. Дорогие мои братья и сестры, забудьте дорогу в небо. Если у человека не было возрождения свыше, забудьте дорогу в небо. Просто забудьте туда. Потому что Господь сказал, без возрождения свыше не может произойти, чтобы человек попал в небо. А знаете почему? Я вам отвечу просто. Потому что кровь Иисуса Христа омывает грехи человека. Очищает его от всех грехов. Омывает его естество, где устирает его прошлую жизнь. И дает ему Духа Святого внутри. И Дух Святой его вводит в небо. Дух Святой ведет человека к небу. Дух Святой учитель, утешитель. Он наш наставник. Он наш учитель. Это Дух Святой. Который помогает нам достичь вечности. Поэтому человек, не имея Духа Святого, не обладает, он никогда не окажется в небе. При всей моей уважении к человеку. Я в этом убежден. Это мое убеждение. И второе, что я хочу подметить. Если вы не до конца понимаете, есть вещи, которые происходят в нашей жизни. Если вы сейчас просто поняли или почувствовали, что ваша жизнь не такая, которая была. Вы не так живете. Вы не так горите для Господа. Вы не всегда делаете то, что хотели делать. Вы делаете иногда против того, что хотели делать. У вас не всегда. Вы приходите домой раздраженные. Вы с женой спорите. С мужем устраиваете скандал. С соседями недовольствия. На работе проблемы везде. У вас проблемы. У вас проблемы. Если вы пришли домой, употребляете спиртное, еще что-то делаете и так далее. У вас проблемы. У вас настоящая проблема. Это означает, что над вами работает плоть ваша уже. И Дух Святой заглушен в вашей жизни. Дух Святой заглушили, он внизу уже. И ваша плоть над вами властвует. Вот тут нужно принять правильное решение. Вам нужно исполниться. Нужно исполнение. Слово исполнение – это пополнение. Заново надо исполняться. Для исполнения – это нужно покаяние. Осознание того, что Господь, в моей жизни многое изменилось. Я не такой, как я был вчера и позавчера. Я не так живу, как жил вчера и позавчера. Я сильно ослаб. Я хочу, чтобы ты наполнил меня. Это правильное решение. И последнее, которое я хочу подметить вам, дорогие мои. Деяние апостола, 2 глава. Здесь написано в 37-м и 38-м стихах. Два стиха мы прочтем, и мы будем молиться с вами. Здесь написаны такие слова. Услышав это, когда Петр проповедовал, и люди услышали об Иисусе Христе, о том, что Иисус Христос любит, имеет силу и власть прощать людей, они задали вопрос. Петр, что нам делать? Как нам жить дальше? Как нам поступить? Мы понимаем, что мы не идем туда и в том направлении. Помните это событие? И Петр сказал, покайтесь, покайтесь, веруйте в Иисуса Христа, покайтесь, признайте Иисуса Христа, что Он имеет силу, и власть изменить вашу жизнь. Четыре момента. Первый. Разрушенные сердца. Обиженные сердца. Сердца, которые в разочарование унины, Он восстановит. Если вы духовно мало видите, Он исцелит ваши глаза. Если вы не имеете освобождение, где-то вы привязались к какому-то греху, Он вас освободит, даст вам свободу. Это мы говорим об Иисусе Христе. Он это сделает. И для нас остается одна важная истина. Помолиться. Помолиться и сказать, Господи, спасибо Тебе, что Ты сегодня заново напомнил нам, чтобы мы оказались в небе. Мы оказались у ног Твоих. Мы оказались с Тобой рядом. Благодарим Тебя, что Ты сегодня заново сказал нам, что без силы Духа Святого мы не попадем в небо. Поэтому, Господь, я хочу, чтобы сегодня Ты наполнил меня в силы Духа Святого. Я хочу, чтобы Ты простил меня, изменил мою жизнь. Соделал меня угодным. И я хочу в небо. Я хочу в Твое Царство. Это я могу делать, если Дух Святой начинает красным светом моргать в вашем сердце. Это сигнал называется аварийный. Он скоро потухнет. И в вашем сердце исчезнет всякая светлота. Это называется сигнал от Духа Святого. Если это Духа Святого вы слышите, вы можете сегодня помолиться. Вы сегодня можете пройти сюда, вместе с нами, сказать, Господь, я хочу исполнения. Я скажу вам честно, я очень хочу исполнения. Я хочу быть исполнен Духа Святого каждый день. Я хочу, чтобы Дух Святой всегда руководил мною, моими мышлениями, моими действиями, моими поступками, моими словами, моими взглядами, чтобы Он действовал в моей жизни. Я это хочу. Я думаю, что каждый из вас это хотите. Но если кто-то увидел в себе недостатки, я призываю вас пройти сюда, склониться на Господа и сказать Господу, я сегодня хочу, чтобы исполниться и уйти отсюда, исполнен Духа Святого. А если кто не получил прощение, еще в каких-то переживаниях, волнениях или согрешил, или отпал, и Дух Святой поток в вашем сердце, то Господь говорит, а вы придите, и я изменю вашу жизнь. Я соделаю вам, благословлю вас, прощу вас, и дам вам силу Духа Святого, и вы будете, во-по мне, свидетельствовать. Аминь. Давайте, друзья, мы встанем и помолимся. Кто желает помолиться, кто желает покаяться, кто желает обновиться, кто желает сегодня получить силу Духа Святого, пожалуйста, молитесь, скажите это Господу. Господь, я очень рад, что сегодня Господь еще раз наполнил сердце, и сказал Господь, что ты желает за каждого провести, и мы благодарим без столовища, за общение. Боже, вечный, помоги мне Господь, исполняться силой Смехи Божьей, выделяться Боже от церкви от река, и вылезаться к Тебе. И мы еще раз благодарим за церковь, за дател, где я буду походить в ней общение, радость, кушение. Боже, за семью, за детей, я, Господь, за блудов, что ты предпоставляешь и будешь покоя. Помоги, Господь, любить тебя сильно, что это время последнее, быть довольным и благостным во всякое время. Глава тебе за все, Иисус, Отец и Буси, и благослови, и благослови. Господи Богу, я сердечно благодарю Тебя за это слово, которым Ты учишь нас, наставляешь. Научаешь, Господь, я прошу Тебя, даруй силы и помоги каждому из нас все это осуществляет в жизни, дабы нам достичь жизни вечной. Слава Тебе за то, что Ты Бог любящий и милующий, Отец и Дух Святой. Аминь. 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 Господи, позволь мне присоединиться к народу Твоему, к молитвам народа Твоего, вопле народа Твоего, Господь, чтобы Ты сегодня посмотрел на каждого из нас и, видя наши немощи, слабости, видя наши проблемы, видя наше падение, Господь, протяни нам руку помощи. Пошли нам свое обетование, пошли нам силы Духа Святого, пошли нам, Господь, силы, чтобы мы действительно в этой жизни могли обладать этой силой, чтобы преодолеть и противостоять к греху, противостоять дьяволу, противостоять искушениям, противостоять разным проблемам, которые приходят в нашей жизни, разных испытаний. Господь, дай нам эту силу. Ты видишь, что мы без этой силы не можем противостоять. Мы проигрываем этой битве. Поэтому, Господь, помогли народу Твоему и благослови каждого. Кто, Господь, сегодня особо нуждается «Приди, помоги, Господь, и злей Твоего Духа Святого, Твоего благословения. Я все вручаю в Твои руки, Господь, и соверши милость над нами. Я еще раз хочу поклониться, поблагодарить Тебя за любовь Твою, за милость Твою, за Слово Твою, за Твое пребывание здесь. Слава Тебе, мой Господь, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Рассадимся. Рассадимся. Продолжение следует... 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 и хранил, и защитил. Имя Бенджамин. Знаете, я люблю исследовать имена. Это имя придумал сам Иаков. Иаков Патриан Иаков. Я думаю, вы знаете, даже когда это произошло, когда родился последний самый сын, двенадцатый сын у Иакова родился от его любимой жены, Рахили. Что произошло в тот момент, что когда Рахиль родила ребенка, она умерла. Поэтому сначала изначальное имя, которое дали Бенджамину Бениамину, это было имя Бенони. Имя Бенони означает «сын моей боли». Но первое, что сделал Иаков, он поменял имя «сын моей боли» на «сын моего счастья». Бенджамин. Бенджамин – это «сын моего счастья». И мы знаем историю дальнейшую, когда Иосифов, мы уже слышали эту историю сегодня, когда Иосифов продали братство, то на самом деле действительно у Иакова остался единственный любимый сын его счастья. это вот имя Бенджамин. Так что имя, наверное, такое имеет корни очень-очень серьезные. Имеет значение очень серьезное. Сын моего счастья. Ну, в том случае, это был последний сын. Но я думаю, что важен случай. Вы еще молодые. Тогда Иосифов уже где-то к ста годам приближалось. Вы еще пока помладше. Так что я думаю, что все еще впереди. Все еще впереди у вас будут другие имена. Мы будем других благословлять. Да? Я зарадовался. Услышал знакомое имя. Когда Иаков уже лежал на мудрой болезни, когда он давал вот эти пророческие наставления своим детям, интересно, что Мениамину он сказал следующие слова. Мениамин хищный волк. Утром будет есть ловитву. То, что поймает, то, что добудет. И вечером будет делить добычу. Потому что какие-то слова такие хищные. Знаете, мы как овцы, верующие люди, которые, ну, мы считаем себя за овец. Ну, как и Писание нас так называет. Как-то у нас немножечко все внутри ежится, наверное. А он хищный волк. За кем же он будет охотиться? На самом деле, это смысл этих слов в том, что это будет человек, человек очень успешный, который достигает, будет достигать больших, больших целей. И если вы смотрите, ну, те, кто интересуется, конечно, судьбой Израиля, историей Израиля, то многие, наверное, обратили внимание, что именно из колена Мениаминова мы не знаем, что именно из колена Мениаминова